Всем привет! С вами Якимов Игорь. Сегодня будем ремонтировать термопод. Он не подает признаков жизни, не работает дисплей, не работает ни один индикатор и естественно не греет воду. Я буду его разбирать и разберусь, что в нем неисправно. Если вам интересны ролики про ремонт бытовой техники, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, поддержите это видео лайком и репостом. Итак, начинаем разборку термопода. Вот он перевернут, отвернули два винтика, поднимем еще два винтика от вентили и можем снимать заднюю крышку. Перед тем, как ремонтировать термопод, лучше проверить шнур. Вот он лежит. Самые частые места, где ломается шнур, это возле вилки и возле самого прибора. Я вижу, что шнур хороший. Обычно тут повышенная гибкость, или тут или тут. Можно также прозвонить мультиметром. Я уже прозвонил, он нормальный. Этот шнур вставляется сюда. Тут контакты от разъема. Мы можем вставить вот этот шнур и проверить, если контакт отсюда до сюда. Это я тоже проверял. Все контачит. Тут находится термозащита. Это я тоже откручивал, прозванивал мультиметром. Термозащита рабочая. Дальше нам надо снять вот этот кожух, чтоб добраться до электроники. Перед тем, как снимать кожух, откручиваем гайку с земли, чтоб снять этот провод. И чтоб нам было удобно работать, мы снимем вот эти три контакта и отключим вентилятор с помощью этого разъема. Вот термопод разобран. Вот эти провода шли к питания. Вот провод земля. Вот сама плата электроники. И вот как видите, это электролит. Это значит, что неисправные электролиты и нам нужно их поменять. Сейчас мы будем снимать плату. При этом надо запомнить, как расположены разъемы. Тут я разъем снял. Также вот эти разъемы снимаем и откручиваем вот эти четыре самореза. Вот я снял плату от винтил 4 винта. Она снялась. Не обязательно вынимать эти разъемы. В принципе достаточно легко с ней работать и так. Вот наши два электролита, которые мы будем менять. Варистер. Вот он предохранитель, который сгорел. А выпрямительный мостик находится сзади. Вот он. Его я тоже буду менять. Вот пока греется паяльник. Вот такой набор, очень удобный для пайки. Тут входит паяльник, на котором можно регулировать температуру. С помощью тестера прозвонил. Из двух конденсаторов один закорочен. Варистер целый, не закорочен. И в диодном мосту как минимум один диод пробит. Сейчас диодный мост выпаяем. Ну вот, перепаяли детальки. Стоит новый выпрямительный мост. Поставили два конденсатора новых. Поменяли предохранитель. Заодно поменял варистер, хотя он был целый. Вот плата с другой стороны. Вот они два конденсатора. Вот он варистер. И вот он предохранитель. Он оказался чуть шире. Но все равно сюда я его поставил. Что я могу еще сказать. Вон детальки, которые выпаял. Вот так зачищается спичка, чтобы прочистить отверстия для пайки новых деталей. Этот паяльник оказался слабенький. Чтобы прогреть хорошо место пайки, при той толщине дорожек, которые на этой плате. Помог старый советский паяльник. Он прогрел место пайки хорошо. Вот такие дорожки тут по ширине. Мелкий паяльник тут не пропаивает. Тут припаял один вывод предохранителя. Я даже не представляю, как бы я его паял мелким паяльником. Все. Собираем термопод. Будем испытывать. Поставил плату на место. Поставил разъем. Осталось нам поставить крышку на плату. Поставить корпус термопода. Залить воду и проверять термопод. Как проверять радиодетали, я рассказывал в видео про данный мультиметр. Ссылку я оставлю в описании. Изучите. Диодный мост проверяется так же, как обычные диоды. Только в диодном мосту 4 диода. Перед закрытием термопода не лишний проверить, чтобы у нас все разъемы были подсоединены. Чтобы все гайки и болты были затянуты. Подключается разъем питания посередине желто-зеленый провод. Это земля. Как подключены два других провода, значения не имеет. Дальше обращаю внимание на термозащиту. Она не должна болтаться, а плотно прилегать к корпусу прибора. Чтобы полноценно работала термозащита. И хочу обратить внимание. Вот тут вот находятся тены. Тоже стоит проверить, чтобы болты были хорошо затянуты. И вообще в бытовой технике очень часто происходят неисправности из-за плохих контактов. Иногда достаточно все контакты прожать. Особенно в тех местах, где видно, что подгорает. Все. Собираем термопод окончательно и проверяем. Вот дисплей включился. Значит блок питания работает. У нас термопод сейчас нагревает воду. Термопод закипает. Можно готовить кофе. А вы подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Задавайте свои вопросы. И до встречи в новых и старых роликах. Субтитры создавал DimaTorzok